Ну что, матросы-тунеядцы, мы немножко починили наш флагман, и я думаю, пока мы будем обстраивать флот и ловить какую-то мелочь, не показалось, я думаю, надо слетать к персидцам, к моему контакту, подобрать у них какую-нибудь работу посложнее, будем отшлифовать работу с нашей новой тачки. И будем ожидать более подходящие баунти, которые нам позволили бы эффективно заработать немножко денег. Сейчас я хочу пойти и немножко поменять флот, расклад. Допустим, я думаю, у меня есть смысл будет пересесть на Торешкову, как ударный крейсер, а группа истребителей, вот эта троица вместе будет летать, то есть перехватчики, а это будут у нас торпедоносы работать на... Вяло. Пока мы дергаемся туда-сюда, набираем топливо, ищем оружие, может быть, найдем какую-то подходящую работку. Так, сначала надо будет зарядить базу пиратскую, как обычно, без этого никак. Это база сфинкс, смагглер. Вот это интересный момент. Перевозит. Ну, я не знаю, гоняться с этим делом, я не знаю. Мне надо подбирать такую работу, которую окупало бы движение топлива этого флота. То есть, в месяц, в день, неделю содержание такого уже более приличного флота, это стоит деньги. Так, что у нас здесь? Нет, давай сначала без налогов продадим всякую ерунду. 80 штук на ровном месте, не заплатив ни копейки налогов. И обижаться по этому поводу они тоже не смогут. Наркотики у меня есть и дела. Прекрасно. Почти 100 штук на ровном месте. Вот так я люблю торговать. Плюс лишнее оружие. 100 штук. Приятно. Теперь, как мы поменяем профиль. Значит, торпедоносы тяжелые мы убираем. Сюда также поставим крыло тяжелых истребителей. То есть, это два будут прикрывающих наш несущий основной, который будет отрабатывать уже крупными торпедоносами. Кстати, вот эти ломбо-кинетические бомбардировщики, они очень неплохо бы подошли для аистов, чтобы они сначала первая волна сбивала щиты, помогала сбивать щиты. Хотя, с другой стороны, лучше пусть заниматься этим вяло будет. Сбивать щиты у него гораздо эффективнее получится. Ладно, пусть пока будут кобры, но что-то другое поставим. А здесь будут стоять тогда саботы. И они как раз будут заниматься отстрелом щитов врага. Если это тоже не помешало бы что-нибудь противошилдовое. Марбалес 700, либо автопушка 800. Однозначно. Значит, тогда я рассчитываю на то, что тяжелые пулеметы будут работать как ПРО. Пушки, автопушки будут сбивать щиты и торпедоносцы добивать цель. То есть, приблизительно такой расклад. Да, и, наверное, не помешало все-таки бы ему переборки поставить. Тут что-то я засовернивался. Собственно, и непобедимости. Ладно, давай немножко все-таки выключим гироскопы и поставим переборки. С флотом разобрались. Тогда у нас это будет тяжелоистребители. Тяжелоударный. И вторая группа это точечный удар. А это у нас, как говорится, фланг. Рэп и топливо и прочее, прочее. Окей, давай легкий такой ненапрягающий набег сделаем. Станцию? Да нет. Я думаю, еще и не созрело для нее. Хотя, в принципе, ты знаешь, можно было бы когда-нибудь попробовать. Но я думаю, когда выпадет контракт на станцию, вот это, да, вот это она будет попробовать. Я думаю, это будет... Нам уже пора прощупать, попробовать свой потенциал именно против орбитальных станций. Ну, чтобы окупалось, это также будут контракты. Давай, здесь в данном случае это чисто будет у нас рейд. Ну, слушай, она богатая. 15 штук у нас. Севернамент, Семидиум, Металлы, Руда, Суплай. Вот у меня Суплай, наверное, в основном. Мадурэй, да? Так, если только одну бригаду послать, у нас будет лад. Ну, давай две группы пошлем. Значит, Суплай и что-нибудь такое... Слушай, Машинерия. Ага, теперь почему-то упала. На 50 штук планируем. Хотя, Машинерия-то тоже. Надо что-то то, что дает... А, топливо, конечно, елки-палки. Вот чего-чего, топлива мне не хватает. Это такая, скажем так, вынужденная мера. Три... Давай так. Четыре сюда дивизии и три сюда дивизии. Ух ты, слушай. Блупринты. Ха. Ну, хорошо, давай одну компанию суицидников пошлем. Экстрем... Э, почему все кинуло? А, не получится, это минимум надо. Это, если посылать, то всех. Ха. Серьезно. Ну, я думаю, я для этого еще не созрел. У меня хоть есть морпихи, пусть лучше ветерана, когда я сделаю их ветеранами, тогда пойдут. Но я это запомню, я буду следить за это. Orbital Works. Ну, это, по факту, они должны зачистить всю станцию практически, чтобы они могли что-то взять. Поэтому только будем прокачивать их. 205 человек. И для, если корабли еще там... Projected moderate. Don't kill. Да. 26 человек потеряли. Прилично, прилично. Но, зато... Дешевле с уплами и топливом. Ага, уже, считай, почти стали ветераны. Хорошо. Все, полетели. Искать новое оружие и... Новую работу посмотрим. Блин, топливо у них реально дорогое. Это уже почти на 30-нике закупился. Но, зато баки почти мы залили. Несмотря на то, что я френдли. Ну, конечно, да. Баттл крейсера я еще не могу. Это надо быть кооперативными. Но чемпионы я уже могу покупать. Доминатор. У-у-у. Вот что можно было бы купить. Missile Cruiser. Да, очень плохая тема. Но я пока подожду. Перебью с этим. Я не хотел бы нагромождать огромную кучу кораблей. И еще толком не знаю, что с ними делать. Поэтому... Ну, эти жабы души, честно говоря. Ну, блин, слушай. Поддерживающий крейсер. Ракетоносец. Честно говоря, разрывает 182 штуки. У меня 1800. Блин. Мне кажется, он все равно будет лишним. У меня сейчас уже на данный момент... Семь крейсеров и один тяжелый батл... Батл керриер. Да, поэтому... Не будем усложнять без этого сложную жизнь. Если халявный будет, тогда да, обязательно возьму. А так... Вот мне лучше бы колосса взять. От него больше толку. Знаешь что, давай возьмем еще один... Место у меня все равно во флоте есть. Больше Сальвага. Это да. Вот это на данный момент это самое умное, что я могу приобрести сейчас. И колосс, наверное, тоже возьмем. Надо больше места богу места. Есть то же самое. Будет заточен на исследование. Сурв. И... Как мы назовем грузовик наш новый? Так, это у нас... Галовый гунбай. А это у нас табурет. Но если тот у нас табурет, то явно это у нас будет СС-тумбочка. Или давай так. Если корабль массивный, то туда будет просто будет тумба. Табурет и тумба. И знаешь что, вместо Efficiency Overall... Тем более это грузовик. Зачем там поднимать ему эффективность? Мы лучше поставим либо... Папапапапам... Сурв. А, ну мне не влазит чутка. Блин. А что впихнуть тогда? Вынудили меня засранца. Ну ладно, хрень с вами. Тогда авто новый тоже будет так. А стоп, у него вот что стоит. А сейчас места. Ну вот гораздо лучше. То есть, сейчас он подзабитый. Он не вооружен. Но это защита моего флота. В смысле, работу моего флота защищать. Но Surviving Equipment, учитывая, что это крупный класс корабля, мы гораздо эффективнее сможем следовать его планеты. Поэтому грех жаловаться. Пушки ему не понадобится, тем более, если он заточен по скорости. Ну, по крайней мере, убежать от преследования. Так, смотрим. Salvage Gunner нам новый дал. Повысил теперь с 44 на 55. То есть, лишний 10% эффективности сбора металлолома в космосе. Вот. Если мы купим еще один корабль, то это уже даст нам 63. То есть, убывающий такой коэффициент. Ну, тем не менее. Я думаю, три нам за глаза. Там не обязательно слишком заморачиваться. Вот это Гаври, кажется, да? Наш агент. Имеешь ли ты для меня... Слушай, давай дадим этот AI для него. Зато отношения с ним лучше. Может, он по работу получше его к нам подаст. Bounty Valley, Reputation, 40 и 3 очка. Хорошо. Ему-то особо фиолетово. Но эти почти... Еще три очка, и у нас будет френдли, и мы сможем на новое вырыть в эти уровень отношений с ним. В взаимоотношений. Так, давай мне самое тяжелое. Ask about Light Carrier. Что это такое? Counter-class Carrier Congregation 16. Ага. Предлагает корабль на продаже. Спасибо, не надо. Atypical Extraction у нас есть. Нетипичная миссия по вытаскиванию чего-то. Откуда-то. И что у нас есть на Bounty Ducket. Давай посмотрим Major Faction. 38. 450 морпехов мне для этого понадобится. Спасибо, до свидания. Давай такой challenging target. 98 тысяч, 26 лет расстояние. Хорошо. Кель Франсис. Он, значит, дезертир. Убежал от персийцев. Надо пойти и наказать. У него доминатор, чемпион, вентура и мелочевка. Да, я думаю, потянем, конечно. И самое главное, с ним отношения получше будут. Берем. Пошли. Топливо есть у нас. Все есть. Мы зарядились. Люди также есть. New importance model of bounty desert. О, елки-палки. Надо было два раза. Был 26 лет. Это и погорячился, конечно. Это вообще на границу с Замкадой. То есть, в Замкаде ничего нету. А за этим ничего, вообще ничего нету. Но топлива мне буквально хватает туда и обратно. То есть, вот это кольцо, это именно с возвращением. Блин, слушай, знаешь что? Лучше перестраховаться. Давай, наверное, еще по дороге купим еще топляка. Напустим. Вдруг еще что-то интересное подхватим. Ну, хорошо. Я надеюсь, это миссия того стоит будет, блин. Основная причина это дело в основном в задмошении. Будь она так, не взял бы. Две остановки сделаем. Козерон и Фалкенхайнд. Полетели в родную Тулу. И сразу не отходя от кассы, давай также сделаем рейд на врачскую базу. У них наберем консервный панок. Ха-ха-ха, станция. Мелочевка. Да, я даже не буду тратить время. А вот сломать антенну это пожалуйста. Ха-ха-ха. Это, блин, я, кажется, лоханулся, да? Карагопода не забрал. И кажется, они собрались атаковать базу. Стой, нет, подожди, подожди. Не атакуй ее. Я хочу сначала первые. Блин, я дурку сделал. Эх, ну ладно, окей. Мелочевка. Мелочевка. Ха-ха. Ну зачем? У меня сейчас не для этого, да. Не буду заморачиваться. Давай давай просто рейд. Органы, волатайлс. Нам нужно топливо. И supply. У них, кстати, supply маловато. Давай тогда в основном упор сделаем на топливо. Moderate? Нифига себе. Ха. Подожди, а я забыл закупить еще, елки-палки. 29 опять, блин. Вот это потери хреновые. Вообще рейд того не стоил, абсолютно. Я больше потерял на морпеха, чем на чем-то другом. Так, engage in battle. Ну, давай, давай попробуем просто, как работает у нас флот на стационарной цели. Мне самому это интересно. И персидцы тоже будут, меня рады видеть. В основном, то есть, здесь у нас будут авианосцы. Ну, и я. Так, эту дуру, что у нас, она бьет по броне, да? Давай лучше тебя возьмем. А, роли не играет вообще. Надо мне вообще-то будет пересаживаться на новые корабли, потому что, да, на этих. Так, хорошо. Вы меня сопровождайте, ты работаешь самостоятельно. Пошли. Так, вот уже фронт. Подожди, подожди. Держи, не лезь опять на передовую. Мы знаем, чем это кончается. Тем более, я не хочу потерять свои истребители раньше времени. Включить щиты. Так, один уже ломанулся. Но это фазовиков всегда может уйти. Не, база, кстати, на меня такую весело согрелась. Смотри, как мне щиты, да, вот эту, нормально так. Во-во-во. Ай, торпеда пошла! Включай! Это было вовремя. Фух. Нет, нет, что-то мне вот не нравится, так как себе свою защиту держит. Вялый, не срывелый. Окей, хорошо. Первые залпы пошли саботов. Мне надо тоже подключиться. Ракеты пошли. У меня еще, кстати, включили залп. Так, какие файтеры. Давайте ваши залпы. Хорошая атака. Очень хорошие. Еще торпеды пошли. Не, нормально видел. Мои буквально ударили самостоятельно. Вынесли секцию. Одну атаку. Это был очень даже неплохой показатель. Я приятно удивлен. Так, я думаю, они, кажется, зарядились. Давайте. Щиты сбросились. Пошли. Палубники. Так, как-то вяло. Ну, ничего страшного. По-любому станцию вынесли. Да, это вообще незначительная мелочевка. Но мы это делали в основном ради отношений. Ба-ба-ба. Cooperative. А, already well established is not affected. То есть отношения настолько хорошие, что они мою помощь приняли как что-то само собой разуме. Чтобы я еще раз вам помогал хоть когда-то. Вы неблагодарны. Только надо тратить будет. О, кстати, это кажется конвой. Давай мы тебя поймаем. Пиратский конвой. Прекрасно. Да, я этим заниматься не буду. Этим займутся шустрая мелочь. Окей, шаттлы только убежали. Что вы мне дадите? У-у-у, nice. Топляк, машина, металл. Такой, да, разношерстный конвой. И хорошая на этом копейка вышла. А здесь получил отношения, лол? 82. А, еще кооператив. Ну, да, все правильно. То, что я искал. А, да, на базу. И посмотрим, что мы можем с новыми отношениями себя приобрести. А ты кто такой? Мелочи. Мне еще надо тоже не забывать, что у меня ограничение по времени. 100 дней, чтобы закончить. Я думаю, давай попробуем такой вариант. У нас я... Вот где я его видел. Клавфайтер. Значит, он занимается... У него стоит ионовая пушка. И такой вариант весьма интересен, если... Мало того, что они будут душить цель, ну, они еще так будут оглушать ее. Мне кажется, вот... Чтобы не было звено истребителей, палубников, узкоспециализированного, это позволит немножко сделать вариацию. И также поддерживать цель, за которой охотится вялый, ну, как бы в полувыключенном состоянии. Немножко меньше дамаги, ну, потому что дамага будет заниматься кто-то другой. Посмотрю, как такой вариант работает. Знаете, что я, наверное, еще эти два звена отдельно куплю. 28? Нифига себе, что это выберем. Но надо будет попробовать. То есть, на будущее. Если система взлетит, то запас будем держать при себе. Кошмар. Столько потерь. Уже с ветеранами стали новичками. Хреново, хреново. В общем, эти рейды того не стоили. Надо будет в следующий раз более грамотно подбирать их. Продают у них тоже так себе. Прометей на продаже есть. Еще один колоссус. Вот колоссус давай возьмем тоже. Не помешает. Дорога дальняя. Нам нужно как можно больше места. 7000. У Старлайнер. А остальное все в основном стандартное. Да, топливо надо больше еще взять. В общем, хорошо, хорошо. Но я как понял, на цену особо сильно не влияет. Единственное, кстати, Мору я вроде никогда не использовал. Он стоит его вообще. Кстати, у него три файтера Бея. А скорость? Топспид 45. Он медленнее Аиста. Но у Мору тем, что хорошо, что она более такая ударная. То есть это такой носитель, который можно кинуть в гучу. Свалки. И он там немножко самостоятельно это дело рассосет. А ты, наверное, у нас будешь... Значит, что у нас? Тумба, табурет. Ты будешь у нас, господин кабинет. Просто, чтобы первая в голову влезла. У этих вообще штука на продажу. Локальный дефицит. О, ну это тогда очень топливом. Это дорога будет стоить мне. 30 за единицу. А сколько у них в среднем? Почему они не дают мне open market? А, я не хожусь на дистанции ком-рилея. Так подожди, это же у вас же должен быть в системе. Вы что, обалдели, что ли? Ладно, не будем рисковать, тратить время. Полетели. Тем более мы всегда, я надеюсь, топливо найдем еще там по дороге. И знаешь, что самое, наверное, умное можно было взять это... Хотя не надо, не будем умничать. Полетели замкадье. Хотя, на самом деле, довольно-таки быстро доберемся. Это мне обойдется в тысячу топлива. И лети будем 17 дней. Разумеется, по прямой. Если мы, конечно, попадем в этот шторм, то это дело сейчас поскочит у нас. Шух, сразу скинулось. Мы теряем... Да, это, скорее всего, размен консервы на починку корабля, которые попали в шторм. Против времени и топлива. Кажется, топлива. Что у нас по дороге вообще есть? У нас есть пара... Мы можем сделать небольшой детор. Вот так вот пройтись. И посмотреть, может быть, что там есть. Но, опять же, мы тратим время, поэтому не будем рисковать. Давай лучше так. Сделаем небольшой вот такой детор вот так вот. И потом будем возвращаться уже через облако. Следующая установка... Бета-каркус. То есть, как Кокейджин, Кавказ. Типа, летим на Кавказ, короче. Кстати, периодически не помешало бы нам еще прозванивать местные... Кстати, бекон мы выключим. Зачем будить местных этих? Но иногда надо стучать в колокол, посмотреть, что есть рядом. Блин, шторм у меня здесь конкретно колбасит. Наконец-то мы прибыли. Да, тоже на... Это двойная система, наверное. Ничего. Финли починал дегр... Так, осторожно, здесь корона высокая. И у нас есть контакт какой-то на орбите. И все, это все, что в этой системе есть. Да, вот еще... Кстати, это... Да, здесь ватники. И что-то еще, какой-то контакт здесь. Давай кинем waypoint, потом доберемся. Скорее всего, что-то, что-то такое... Драм. Дереликт. Но на самом деле не надо было лететь, тратить время на это. Рекавери. Окей, хорошо. Уговорил. Больше что право влезет. А это? Баффало. Окей, время тратить не будем. И пошли обратно. Точнее, на Альфа-Каркус. Альфа-Кавказ. То есть, у нас есть Северный Кавказ и Южный Кавказ. На Южном ничего интересного не оказалось, увы. Учитывая, что это желтая звезда, может быть, какие-то интересные планеты есть. Да, замерзший мир и пустынный мир. Тишина. Тоже. На Северный Кавказе ничего полезного особо я не вижу. Пять. На такую крупную планету нам требуется пять консерв, чтобы исследовать ее. Ну, видишь. А денег, думаю, мы на этом заработаем больше. Кстати, Дернки для холодного мира очень полезная такая, да, планета. Неплохо. Вообще ничего здесь нету. Да, первого класса всего лишь информация. Окей, значит, это была трата времени. Полетели туда, куда нам полагается. Где-то здесь, да? Комиссия 26 зашла. Вот я как раз подумал, да? Брать комиссию и улетать в какие-то дремучие далекие края, просто чтобы деньги капали на ровном месте. Очень даже удобно. Знаешь, ты ничего не делаешь, занимаешься исследованием солнечных систем, а тебе капает. Кап, 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 кап. Вот. Воррен Бекон высокого класса. Хорошо. Сюда мы не лезем. Поблизости тоже ничего нету. Альфа Затара. Вот наша остановка. Блин, надо поменьше шатать флот, потому что консервы просто вытекают. Альфа Захар. Это здесь у них среди ватников, что ли? Я правильно вас понял? Флотово, персидская легия. Да, Альфа Захар. Захаратно. Индусы какие-то, что ли? В общем, идем к планете. Здесь особо искать-то нечего. Где-то рядом должен быть будет. Скорее всего, возле планеты я поэтому даже не буду пинговать, чтобы не палить контору. Ага, есть контакт. Тихо. А он сразу на меня набросился. Нормально, да? Самоуверенность. Ладно, хорошо, принимай атаку. Так, значит, у меня вот такой приличный флот. Блин, зуми у нас немножко поломался. Плохо. Против чемпиона. Вентуры. Вентура у нас будет долго плестись. И различная мелочевка. Да нет, вроде флот не сильный. Уфтенгейдж. А, осталось пока на этом, да, наверное. Так, летит самый тяжелый класс. Остальные потом... Подожди, а эти не могут, что ли? А чего так? Нечестно, нечестно. То есть, получается, что мне кто-то зашел на помощь. Надо кто-то, чтобы... Ну, хорошо, давай тогда... Господи. Рэб. Кстати, знаешь, что, наверное, от Рэба будет больше толку. Мы, к примеру, возьмем два Рэба. По низу у нас еще остается. Пять очков. Можем кинуть, ну, там... Знаешь, что ничего не будем кидать. Не будем переводить. Да, то есть, я думаю, от Рэба будет больше пользы, чем у всего-всего остального. Так, вы, ребята, наверное, как-то... Стоп. Вы идите на фланг. Как вот с этими двумя... Хорошо, пока держите позицию. Пока держите позицию. Мы посмотрим, определимся, что к чему. Первый, кто прилетит... А, стоп, у нас еще точки же. Джаммер. Ком, ком, нав. Значит, окей, хорошо. Нам джаммер самое важнее. Он, как боевая позиция, самый эффективный. И вы тоже давайте, наверное, сюда, чтобы вас не перехватили. Все, меняем курс, пошли. Включить бустер. Гоу. Осторожно. Не лезь. Блин. А мой палубник из-за мной так на всех парах топит. А, уже пошел контакт у нас. Блин, они с джаммером захватывают. Смотри, на нее что делает, да? Нифига себе. Блин, только ракеты перевозят. Давайте, попробуйте его торпедировать, что ли. Не, не догонит от смены. Захватываем джаммер. Что у нас сейчас рэп какой? Рейтинг 18 против 13. Они теряют 5%. Слушай, ты знаешь, у них рэп тоже работает нормально. Ну, за счет того, что они захватили еще, конечно. О, вот они меня просадили, а. Нормальная атака получилась. Сразу, 5-ю часть. Так, эти сидят там. Что у нас остается? Этот у нас в тылу. Надо какой-то еще чемпион. Давай ты меня прикрывай. А вы топайте сюда. Не, вообще все топайте сюда. А я буду придерживаться, пока дистанция. Что-то меня конкретно допрягают они. Да, елки-палки. Смотри на это, а. Вообще, он просто не... Воу, я просто в шоке, честно говоря. Фига себе. Ладно, покидаем. Садимся за новую машину. А как же мы... Блин, я так ими истребители толком даже не использовал. Ай, 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 ай. Больно, 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 больно. Так, каман. Окей, надо, надо, надо закидать подмогу. Что-то у нас вообще здесь, вообще плохо все идет. Так, вы, ребята, здесь идете правильно, да? Это битва за... О, кстати, мы можем флангануть. Давайте вы все на него, на Вентуру. Бляха, муха, смотри, что они делают. Разлетели все все стороны. Ну, видимо, похоже, пытается держать дистанцию. Окей, держи дист... Так, ты тоже держи дистанцию. Это столько обломков, нафиг кошмар. Все, так, давай, доминатор этого... Это мой доминатор. Ну, теперь, заметьте, замечательно. Теперь Вентура и доминатор их стороны имеют плотный флоронд. Это плохо. Это плохо. Я недоволен. В общем, давай, душить его пока этот... Шквалом. Ну, что-то получится. Хорошо держится, что я могу сейчас сказать. Давай, блин. Нагружай его, нагружай, нагружай. Ракеты не успевает. Истребитель вражеский успев... О, есть, пробили. Занесывался. Так, теперь у нас следующая цель. Мы можем, конечно, линкануться с этим чемпионом. Давай тогда добейте этот. По-быстрому. Надо собраться хотя бы в одну группу. Шквал пошел. Истребитель еще помогает. Ну, видишь, они... Стоп, а что мне с... Окей, эти... Давайте, ребята, поменяйте позицию. Сколько мне сейчас командных плачков? Два. Ладно. Пока сидят там, не будем переводить их. Гони дронов этих нафиг отсюда. А там еще офицер, кстати, на этой балалаке сидит. Хорошо, молодцы. Окей, почти... Окей, наш чемпион есть. Мы с ним соединились. У нас общий фронт. Хорошо. Следующий... Окей, наверное, следующий день у нас будет... Это надо добивать вражеский чемпион офицера. Пока он здесь, будем пользоваться. А это что такое? Давай, помоги, помоги. А, каман, вот это не вовремя со своими обломками. Я срочно про фокус тоже забыл. Вот так вот получше. Отлично. Все, Вася, поймался ты. Давай, сбоку, сбоку заходи. Я не понимаю, что я делаю с вялым, но реально, что-то с ним хуже работает, чем без него. Окей, они получили команду возвращаться на точку захвата джаммера. И у нас остался доминатор здесь. Окей, хорошо. И митя. Кстати, я так не посмотрел мелочевку палубники, как работают в купе с иониками. Это было интересно бы глянуть. Все-таки легкие крейсера очень хорошо, Робуров. Видишь, с легкими крейсерами мы их сразу растянули, контролируем поле битвы. Можем заходить, выходить в бой. А с этой дурой моей, я не знаю, если я не смогу сейчас ее вытащить, то хрен с ней. Я не буду возвращать ее. Так, народ, концентрируйте. Что-то я... Эээ, ну не туда полетел, елки-палки. Ага, вот и палубники пришли. Отлично. Так, бам-бам-бам. Ушли ионики. Дали залп. Я бы не выключил. Я бы не сказал, что они сильно что-то там ему наносят. Может быть, какие-то конкретные системы он выбивает ему. Но есть, вот, disabled, disabled, онлайн. То есть, включается-выключается. Все, поймался. Да, не, не, все-таки он гасит. У него так же перегрузка пошла. Но система включается-выключается. Ионики работают. Может быть, даже если и смысл делать профильные ионы-палубники. Слушай, какая туша у меня, а? Смотри, сколько фокуса держит. Обалдеть. Вот это, я понимаю, машина, да? Ну, все. Я думаю, мелочевку можно уже. Так. В полглаза. Overall battle difficulty плюс 35. То есть, получается, их флот был более сильнее. Это настолько, что мне больше экспы зашло, да? Земл Дестроит. Ну, что у них-то плеки остались. Всех поймали. Хорошо. Консервы еще. Ну, окей, хорошо. А, мне же, кстати, да, еще трешков мы потеряли. Ладно, забираем обратно. Кстати, вот этот прикольный корабль. Electronical Warfare. Что он делает, интересно? Эти молнии. Like, knock, 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 missiles, weapons, engines within the range. Был бы крейсерского класса, я бы взял. Да. Машина интересная такая, другая, специфическая. Сиди нас, это пляк еще зашел. Различное оружие. Угу, 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 угу. Угу. Бат-3. Что-то еще у нас нарисовалось. Баунт из 1390. Хорошо. Занефус. 10 фейер был. Что у нас в плане хлама? Топлено. Ничего особенного. Ничего особенного. Но зато миссию выполнили. Я бы не сказал, что хорошо. Борову починили, поделить это, вентиляцию. То есть, получается такой вариант. Либо я что-то неправильно делаю. И, скорее всего, моя ошибка заключалась, что я опять, вновь, не опять, а снова, вылез на передовую. Они меня обошли с флангов. Зафокусили. Вынесли. На этом закончилась вся наша, как бы, история. Мне надо просто не садиться за этот корабль вообще. Его задача быть поддерживающим. То есть, допустим, если мы сядем за Терешкову, да, я буду на нем сидеть. Как это правильно делать? Стоп. Давай этого проапгрейдим еще тоже. Зюса. Лавлап. Ты у нас будешь в дамаж контрол. Ганры надо обязательно. Да. И все, что ли? Хорошо. Так, разменялись. Я, как самому большому инвалиду, я буду на этом летать. Здесь, наверное, вообще никто не нужен. Да, мы тебя уберем. Мы тебя посадим на какую-то более эффективную боевую машину. А, никого нет. Ладно, хорошо. Хорошо, уговорил. Кто у нас есть? Ракеты. Таргет анализ. Флаг. Окей. Такой рассказ. Значит, я лучше буду летать здесь. Я буду отстреливать, отбивать и так далее. Мне за эту херню не надо садиться, потому что у меня менталитет reckless, как и у остальных моих офицеров. Я мне вечно лезу на рожон. И в этом моя проблема. Давай, по ходу дела, пока будем лететь домой. Заодно посмотрим, что у нас здесь есть. А, еще один ватник болтается. Стоп, подожди. Ты видел? Бликнуло. Это с какой стороны пришла волна? С юга или с севера? Давай глянем по-быстрому этот поиск астероидов. Хм. Нет, показалось. Блин, 20 дней это уходит мне на починку, чтобы починить оба... Значит, давай мы тебя, наверное, нахлобучим. Потому что тратить на тебя такое количество консервов, это... Не очень умно. Слушай, может, его развалим, а? Ну, я, честно говоря, не уверен, что есть хорошая идея с ним связываться. Так, хорошо. Move to engage. Transfer command of disengagement. Continue. Давай, давай, давай. Что-то... Фазовики. Давай, фазовики против фазовиков. Стоп, 18 консервов мне придется на это потратить. Не. Дал один доминатор, пошлем, и все. Хотя, это, кажется, ошибка. Потому что он не сможет контролировать поле битвы, он постоянно будет его кайтить. А, фу-то елку, по-моему, я испугался. Это что я управляю. Какая-то, кажется, патовая ситуация. Окей, явно. Давай, фрегатом будем отвлекать его. Фрегаты надо было сразу посылать, потому что это... Ой, ну, совсем плохо. Совсем-совсем плохо. Потому что фрегат уже, он у нас ионик. Он быстро, это... Роботов этих... Облушит. Ну, где ты там? Давай, топи. Блин, ну, конечно, тупит немножко феррес этот. О, торпеды пошли. Наконец-то. Вспомнил, что-нибудь у тебя есть. Нет, ну, что ты к своему товарищу не летишь, а? Скажи мне на милость. Давай, давай, давай. Топи, топи. Мне кажется, два фрегата, наверное, его зарабастили бы. Легко. Не надо было мне это выпускает такого более крупного класса корабля. А, все, начинаешь светиться. Есть. Вот, пожалуйста, да? Сам, сам зарабастил. Ну, окей, ладно. Я думаю, исследование планет мы продолжим в следующий раз. Так, сюда мы не летим. Мы летим на Гамму за Грату. Там деды воевали. Туда мы соваться не будем. Да, и продолжим это уже в следующий раз. Давай только в систему войдем. И посмотрим, что у нас там есть. Заинтригуемся, скажем так. Интриговаться здесь не о чем. Вулканический мир и два вулканических мира. Ну, так чисто. Если хорошие виды, наверное. Окей, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА